МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По составу десятка очень сильная, достаточно профессиональные все ребята. Будет жесткая достаточно конкуренция между ними. Но меня радует то, что песни, которые они выбрали, они совершенно разнохарактерные. Я думаю, что то шоу, которое будет представлено в пятницу ближайшую, будет достаточно интересным, потому что песни совершенно разные, и стилистические, и имиджево. Я думаю, что это будет очень интересно. Попробуем засечь. В ступени минимальной будем какую-нибудь играть? Ну, минимальной, чтобы антональность. Да, чтобы я его почувствовала. Ты сейчас слушай, просто обязательно в концерт весь этот раз. Можешь просто проиграть мне сейчас, а я идти так... Нет, давайте мне сейчас проделать. Стоп, давай, давай сейчас. Хорошо. Мы сейчас будем разобраться. И сразу антон, да? Если любовь не спутится, Ты поступай, как хочешь... Иван Лужанский, похоже, чувствует себя комфортно в любых условиях и с любой песней. Возможно, он просто делает вид, что происходящее нисколько его не беспокоит. Музыка, образования нет у меня. Я как бы не знаю, там, вот этих каких-то для минора какие-то. Ну, и вот... А так что, нормально все, споем. Помни, не забывай. Нам нет нужда, дальше мы можем. И не сбывается, любовь проходит к нам. Порой не так. Но все хорошее не забывается. А все хорошее И есть мечта на... Я поднимаю... К своему выступлению Павел относился серьезней. С нотами у него проблем не наблюдалось. И он работал больше над тем, как подать свою песню. Все-таки вариант Филиппа Киркурова в голове первоначально у меня сидит. И как ее можно спеть по-другому, я пока еще думаю. Полина выбрала очень грустную песню. Сможет ли она не потеряться на фоне участников с более эмоциональными вещами? Жизнь одна, жизнь одна. Любовь похважена... Анне удалось отхватить себе почти беспроигрышную композицию. Но прозвучит ли эта вещь по-новому в ее исполнении? Встальный перезвон Твое волшебное люблю Я тихим бэхом повторю Лаванда На первый взгляд выступление Левтина обещает быть слишком спокойным. Возможно, за ширмой спокойствия она прячет какой-то сюрприз. Несложный по мелодии шлягер, который выбрала Наталья Бондаренко, даст ей немало возможностей раскрыться эмоционально. И еще раз. Песня из репертуара Ларисы Долиной накладывает на Анастасию двойную ответственность. Все-таки не стоит забывать, кто сидит в жюри. Мой выбор очень рискованный, потому что песня это женская. И нужно как-то ее спеть более по-мужски и более по-своему. Нужно ее спеть в том смысле, как я ее понимаю. Пока еще я не думал об этом, как сделать, какую интерпретацию. Я думаю, что все будет отлично. Выбор Александра Панайотова многих удивил. Будем надеяться, что он знает, что делает. Придуман дневной этот мир, придуман дневной этот мир, придуман дневной. Первый раз в тишине. Песню Алсу, которую выбрала Наталья Поволодская, хотели бы исполнить многие. Но, возможно, сама Наталья все-таки поспешила с выбором. В общем-то, если я хочу понравиться не только жюри, но и телезрителям, мне наверняка придется исполнить ее в более лирическом таком плане. Но я не согласна. Я считаю, что ее нужно было исполнить несколько иначе, чем это сделала Алсу. Вообще, мне песня очень нравится. Она такая сжигательная. И мне кажется, на фоне медленных песен, которые, ну, в основном медленных песен, которые выбрали ребята, она будет смотреться как-то ярко и забавно. Их успех зависит от них же самих. Если они захотят победить, они победят. Если они захотят преодолеть волнение, то преодолеют. Мы только постараемся им от этого помочь. Знаешь, что Фекла сейчас пришла в мою буйную голову? Что же, Ваня? Что зрелище обещает быть интересным. Как точно подмечено. И как хочется прямо сейчас проголосовать. А вот тут-то как раз и нет. Голосовать мы будем в пятницу. А сейчас у ребят есть еще один день, чтобы как следует подготовиться. Ну, мы заглянем еще к ним на репетицию, еще посмотрим, как они готовятся. Конечно. Это был Дневник народного артиста. До свидания. Пока. В завтрашнем выпуске Дневника народного артиста мы расскажем, как участники впервые появятся в студии, где им уже в эту пятницу предстоит выступить перед вами в прямом эфире. Как они почувствуют зал? Как они найдут общий язык со стилистом? И что нового они узнают о себе от педагога по сценическому мастерству Бориса Моисеева? Ребятам остается на подготовку только один день. Дальше все решает их удача и ваши голоса. Они знают, что в суперфинал из всей десятки пройдут только трое. И каждый из них сделает все возможное и невозможное, чтобы вы проголосовали именно за него.